Знаменитый платяной шкаф. За его дверьми – волшебная страна Нарния. Ученики православной гимназии воплотили грандиозное фэнтезийное произведение на сцене. Наша съемочная группа побывала на одном из премьерных показов. Несколько месяцев напряженной работы. И вот юные артисты и педагоги смогли представить на суд зрителей спектакль «Лев, колдунья и волшебный шкаф» по циклу Клаева Льюиса «Хроники Нарнии». Первыми спектакль увидели гости Сарова – участники серафимовских чтений. Следующие показы прошли для самих гимназистов. Постановка «Лев, колдунья и волшебный шкаф» получилась массовой и яркой. Одна из ярких особенностей спектакля – живая музыка. Авторские песни, которые сочинила педагог гимназии Елена Ершова, органично вплетались в канву постановки, дополняли образы героев и украшали спектакль. Сцена битвы между добром и злом придала спектаклю эффектности и динамичности. Школьники много работали над образами и характерами своих персонажей. Татьяне Зининой, исполняющей роль «Белой колдунья», такая роль оказалась не близка, поэтому пришлось изрядно потрудиться. Волшебную и праздничную атмосферу создали за счет финала, в который внесли тему Рождества Христова. При подготовке спектакля помогали педагоги гимназии и родители. Ребята вложили в постановку много труда и творческой энергии. «Моя роль, вообще, мне сказали, что она трудная, потому что во время спектакля я должен измениться, то есть из плохого какого-то вырасти в доброго. И на самом деле со мной работали. Ну, работали много. То есть, ну, домой поздно приходил». «Ну, у меня была роль Зайца, разведчика, который не сдавал своих, а докладывал о темных силах. Вот. Ну, на самом деле, как сказал Федя, было много достаточно работы». «Аранжировками занималась частично Елена Вячеславовна. Своей гитарной партией я полностью сам делал. Мне, честно говоря, было, когда спектакль стали делать, не очень понятно, почему у нас эльф, а не фавн. Сказали, потому что мы православная гимназия. Это меня, конечно, немножко расстроило. Но в целом мне моя роль действительно нравится, и я рад, что ее сыграл». В конце спектакля все актеры спели песню о Рождестве и поздравили зрителей с праздниками. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.